девчонки всем огромнейший приветик сегодня я хочу вам показать как я наращиваю ногти на верхние формы у меня фирма дона жердона будем наращивать акригелем от тионел или татнелл а кисточка у меня самая обычная заказывалась она с алиэкспресса в упаковке было около восьми шести штук стоило в районе 100 с чем-то рублей и сама жидкость от ириск перед наращиванием мы подбираем наши формы главное чтоб формы были чуть больше ноготка чтобы полностью наши уголки родного ногтя были в гели ну в данном случае акригели и да девочки не забывайте подбирать формы под каждый пальчик потому что например средние пальцы на одной руке на другой могут совершенно отличаться верхние формы я еще купила года два назад когда еще особо не было акригеля я наращивала акрилом и гелем но только себе поэтому для меня было очень волнительно запись этого видео все форму мы подобрали положили в стороночку и начинаем подпиливать свободный край длину оставляя около миллиметра полтора и начинаю немножечко бафить наш ноготочек как вы могли заметить уже то что у этих ноготочков очень высокие боковые валики поэтому я сильно в углы не врезаю спилочкой потому что могу навредить перед любым наращиванием я делаю маникюр хорошенечко открываю карман поднимаю кутикулу птериги я сейчас не трогу то есть я его под кутикулу не загоняю я лишь открываю карман чтобы мне легче было вычистить весь птериги включаю аппарат на 15-20 тысяч оборотов и аккуратно на реверсе слева направо я вычищаю наш птериги и все остатки кожи вместе с этим сразу шлифую боковые валики и поднимаю кутикулу для удобного среза девчонки я показываю вам просто как делаю я это не значит что вам надо переучиваться и начинать работать в другую сторону аппаратом работайте как работали то есть я просто хочу вам показать как делаю именно я а для новичков хочу сказать одно то что если даже птериги не виден на ногте то все равно нужно там забафить поверхность то есть возможно все таки он там есть и он прозрачный его попросту не видно следующий этап это срез кутикулы кусачки у меня сталикс по моему на 9 миллиметров уже не помню и аккуратно справа налево я срезаю кутикулу после чего я опять беру аппарат и шлифую наш срез это можно делать не только этой фрезой а также шлифовщиком и полировщиком шлифовкой мы как раз таки завершаем процесс маникюра все стандартная подготовка ногтя выполнена мы убрали всю пыль с ручек и с ногтей и обезжириваем наши ногти после чего я наношу праймер праймер у меня бескислотный но он без липкого слоя поэтому я наношу базу базу от гель-лака у меня от коде девочки у кого есть праймер с липким слоем то база для вас не нужна липкость служит хороший адгезии хорошей сцепкой я как-то пробовал наносить без базы и мне к сожалению все пошло в отслойку вот и наступает долгожданный момент и я крутецкой лопаточкой салика беру каплю акригеля макаю кисточку в жидкость и аккуратно по форме начинаю распределять этот материал возле кутикулы должно быть минимум материала также следите чтобы в боках было достаточно даю жидкости немножко выветрится и аккуратно от кутикулы прижимаю нашу форму надо хорошо прижать форму чтобы не было воздушных карманов мы подключили другую лампу я ее использую для бедикюра сан 9 и зафиксировали наш ноготь и отправляем сушиться дальше тем временем пока сушится наша ручка мы берем другую и точно также прижимаем кутикуле ну точнее под кутикулой нажимаем хоп все готово переворачиваем ручку клиента если видим небольшой затек и подправляем все и отправляем сушиться в лампу зафиксировали и сушим буквально через пять секундочек отправляем самостоятельно сушить в лампе вот такой сразу ровный ноготь у нас получился даже на нем был блик снять форму очень просто зовут эти усики берем прижимаем и спокойно форма отходит в принципе ноготочек полностью высыхает ровно наверное за минуту но не больше я сушу вот такой капли хватает у нас для растягивания материала аккуратно выставляю на форму беру кисточку смачиваю в жидкости жидкость много не беру и аккуратно растягиваю по всей форме после выкладки акригеля на форму я кладу его на ноготь нажимаю на торец формы вниз если мы вы видим что материал немножечко уплыл его можно подправить кисточку снизу ногтя и фиксируем в лампе опять показываю вам как я капельку акригеля растягиваю по форме главное чтобы там не было никаких пузырьков то есть попадание воздуха а также по минимуму используем жидкость все и точно также прикладываем к ногтю представляем как будто мы их приклеиваем если видим попадание материала под ноготь мы его спокойно подправляем но в любом случае это будет выпиливаться и с моей рукой я отправляю клиента сушить ноготь формы очень прикольно отщелкиваются нажимаем на усики вот все наш ноготочек готов форму мы подставили и выбрали четко потому что нигде углы родного ногтя не торчат и да девочки на формы и на клиенте акригелем я наращивала вообще впервые так что если что не судите строго я это делала только на себе это только акрилом или гелем по видео смотрела что кто-то пользуется прищепками чтобы отправить ручку клиента в лампу я решила придержать вот сейчас хорошо видно что я форму подставляю кутикули и нажимаю формой на ноготь тем самым все остатки воздуха выходят под ноготь фиксирую пять минут в лампе и отправляю клиента самостоятельно сушить отщелкиваю форму и вот такой ноготь у нас получился немножечко затек у нас акригель но не беда это все выпилиться ставлю каплю акригеля крутецкой лопаточкой беру жидкость кисточку немножко смачиваю в жидкости и растягиваю опять повторюсь то что возле кутикулы должно быть по минимуму материала насчет лопаточки это вообще не не то что необходимая вещь в принципе конечно не нужная можно использовать апельсиновую палочку все и начинаю ставить формы надавливаю на ноготочек выпускаю весь воздух если есть какие-то излишки материалы я смачиваю кисточку и немножечко подправляю все и отправляем сушиться лампу формы снимаются очень легко если у вас они не снимаются то скорее всего материал не досушился и вот смотрите что будет если не всегда подправлять кисточкой излишки материала присутствуют хорошенькие затеки еще раз покажу вам как отщелкивать форму нажимаем на усики прижимаем хорошенечко вертим крутим хоп все и переходим к выпиливанию материала сильные затеки у меня появились только на средних ноготках то есть там я в основном и буду пилить фреза у меня тоненькая маленькая твердосплавная желтой насечкой но честно говоря лучше брать наверное зеленый потому что желтая она стоит на одном месте особо не пилит ну как то надо выкручиваться затеки мы убрали и переходим к пилу формы форма у нас будет миндаль овал миндаль ну наверно больше миндаль коротенький девочки я конечно помню вы меня просили снять видео про пил форм я не забыла все это будет но немножечко попозже заметила ошибку мастеров но в основном начинающих то что они хотят визуально сузить как-то ноготочек и перепиливают точки в роста то есть девочки надо быть аккуратными потому что клиенту это принесет большой дискомфорт то есть при отрастании во первых ноготь может вообще треснуть в этой зоне или же начинать врастать у кого например грубые в боковые валики также для начинающего мастера я бы посоветовала брать пилочку с минимальным напылением то есть чтобы было где-то 180 220 грит потому что можно очень хорошо обрезать клиента так как мне не понравился переход возле кутикулы я взяла первоначальную нашу фрезу пламя и немножечко подпиливаю свожу на нет после опила я убираю пыль грубой щеточкой и обезжириваю наши ногти клиентка захотела делать кошачий глаз я сделала черную подложку и мы делаем можно сказать градиент двумя цветами кошки у нас 5d от тионелл очень классные дают крутой перелив черный цвет я нанесла всего лишь в один слой у меня от терцио после нанесения двух кошек я беру магнит круглый подставляю его и делаю наш блик перекрыла это все финишем без липкого слоя и вот наш итог честно сказать что на верхней формы получилось вроде бы неплохо но есть одно но я делала это два часа и с точностью могу сказать то что акрилом это делается намного быстрее мы же делали акригелем в принципе это очень крутая штука чтобы сделать ногти себе именно нарастить подойдет как для новичков наверно так и для практикующих мастеров ну наверное это все надеюсь не показалось видео очень нудным девочки не забудьте подписаться на мой инстаграм там у меня очень много полезных мк я рассказываю показываю как нарастить ногти как сделать покрытие маникюр как бы все это бесплатно мне кажется очень классно так что не забудьте подписаться инстаграм ссылку я ставлю в описании и обязательно на мой канал поставьте лайк этому видео если оно было вам полезным всем огромнейшее спасибо всем пока